Здравствуйте, добрый день. Я продолжаю свои размышления о кинематографических проектах, интересных для мирового зрителя, начатые в виде заметки о кино, а также о сибирской и степной тематике в кинематографе. Сегодня я приведу сначала сюжет сценария о Беллее, легендарном предке якутов, который я рассказывал родственникам и знакомым в своей юности и молодости. В 647 году в столицу Китая прибывает посольство Курыканы с Прибайкальской метрополией Сахас-Табуномы сотни прекрасных лошадей в качестве дипломатического подарка. Император Тайцзун выбирает для себя 10 самых лучших скакунов и дает им поэтические имена. Морозный горцующий белый, сияющий снежный седовласый, замерзающий росяной седовласый. Висящий легкий седовласый, погружающийся в волны гнедой, летящий на закатом чалой, молнией бросающийся красный, текущий золотой-желтый, парящий единорог фиолетовый. Бегущий радужный красный. Для ухода за этими отборными скакунами Курыкани оставляют молодого симпатичного парня по имени Эуляй, происходящего, по их мнению, из рода Мадуна. Основателя Древней Хунской империи степных народов. Степные народы рассматривали императора Тайцзуна как хана народа Табгач, а не национального китайского императора. Что соответствовало истории происхождения и обычаям династии Тан. Чтобы приблизить жителей Прибайкария к Табгачам, Тайцзун решил дать Элляю как можно более высокое китайское образование. Будучи способным юношей, Элляй быстро научился говорить и писать по-китайски и стал изучать сведения о своих предках Хунну и историю Мадуна. Он стал конспектировать знакомыми ему с детства руническими буквами наиболее интересные для него сведения. Элляй пишет книгу об истории предков на основе этих конспектов и после смерти Тайцзун возвращается в родные края на берега Байкала. Новые правители Китая начинают вести великодержавную политику, что отталкивает от них степные народы. Среди жителей Прибайкалья появляется много недоброжелателей Элляя, считающих его подвергшимся, по их мнению, сильному табгачскому и китайскому влиянию. Кроме того, начинаются военные столкновения между степными народами. В поисках мирной и спокойной жизни Элляй решает уехать по реке Лена на северную периферию в нынешнюю центральную Якутию. По дороге он теряет свою книгу. Прибыв в долину Туймаада, где теперь стоит город Якутск, Элляй быстро становится руководителем уже обосновавшейся здесь части предков якутов. В этой версии сценария об Элляи, его приезд в центральную Якутия происходит более 1300 лет назад, что не согласуется с хронологией якутских легенд и генеалогией его потомков. Действительно, самый известный из потомков Элляя Тыгандархан родился примерно в 1570 году. По мнению Гаврила Васильевича Попова Тыгандархан является потомком Элляя в шестом поколении. Из этого вытекает, что Элляй мог жить примерно на 200 лет раньше Тыгандархана и родиться примерно в 1370 году. Таким образом, во времена Чингисхана жило примерно 128 предков Элляя. Прибайкалье находится недалеко от центра Монгольской империи. Поэтому, несомненно, что многие из предков Элляя служили в армии Чингисхана и его потомков, совершали дальние походы и вели жизнь полную опасных приключений. Известно, что многие Копчаки и Канголы, которые считаются наиболее вероятными предками канголасского племени якутов, служили в Копчакской гвардии юанских императоров. Среди них особого внимания заслуживает исторический персонаж с якутским именем Орос. Из Канголы было три военноначальника, еще девять занимали разные посты в центральной и провинциальной администрации. Наиболее влиятельными были Бухуму, Тухулу, Тарикчеве, Менган, Эсудай, Орос и так далее. Орос в 1289 году был назначен на должность начальника ведомства по умиротворению, а потом стал темником. Сын Ороса, Эсудар, принадлежал в знаке последнего императора Юань Тогон-Тимура. Он участвовал во взятии Синьяна и Фончена. При штурме этих городов, Эсудар был первым на стенах. За заслуги он назначен тысячником. В 1279 году он стал темником и управлял сотней судов на просторах от Хуанхе до Янцезе. Войска, возглавляемые сударом, вернулись из первого похода на Японию без потерь. Кроме военного дела, Копчаки и Канглы также были чиновниками и учеными. Канглы Бухуму и его сын Ноанао принимали участие в подготовке издания династических историй династии Ляо Сунцин. Кангл Орос был ученым. Орос фигурирует среди предков Эляя в легенде, записанной в 1893 году якутом из байгантайского улуса Пантелеймоном Готовцевым и переведенной на русский язык пекарским. Ушницкий пишет о походе Копчакского корпуса Южную Сибирь. Из исторических документов известно, что монгольские ханы в XIII веке переселили большую массу Копчаков в Монголию и в Южную Сибирь. В конце XIII века на Янисей для подавления восстания туматов и янисейских кыргызов был послан Копчарский корпус под командованием хана из династии Эль-Бури Тутухи. Далее часть из них оттуда попала за Байкалье. На основании этой информации я сделал второй набросок сценария об Эляя. Эляя рождается в семье командира Копчакского корпуса, офицера императорской армии Хаярана, внука генерала и ученого Ороса из племени Канглы и племянника Ясудара, приближенного последнего юаньского императора Тагон Тимура. Копчакские воины с другими частями императорской армии сражаются с восставшими китайцами. Но в 1370 году вынуждены вместе с Тагон Тимуром отступить в степи. Хаяран в виде ценной семейной реликвии берет с собой книгу Ороса об истории Хунну и других степных народов, написанную руническими буквами. В Китае провозглашается новая династия Мин, а в степи после смерти Тагон Тимура возникает династия Северная Юань. Молодой Элляй служит в войсках североюаньского императора Усхал Хана. В 1388 году 150-тысячная китайская армия после ожесточенных сражений захватывает и разрушает Каракорум, столицу Северной Юань. Во время этой войны гибнет Усхал Хан. Элляй бежит с отцом в Прибайкалье. Из-за того, что они происходят из влиятельного рода отряд врагов, преследует их до скалы Хара-Аджарай на Верхней Лене. Хаяран умирает у подножья шишкинских скал с живописными наскальными рисунками и завещает сыну в поисках свободной и вольной жизни доплыть до страны Саха, где уже обосновался их родственник Амогой. Элляй плывет по линии и во время шторма теряет книгу Ороса. На долине Туймаада он находит Амугоя и женится на его приемной дочери. Через несколько лет Элляй становится признанным руководителем якутов и побуждает их к мирной жизни, организуя торжественные и радостные тингрианские праздники Исаах. У него рождается семеро сыновей, которых он ставит во главе якутских улусов. Элляй Боатур является для якутов персонажем, который соединяет их со степными народами, то есть с великой историей. Первый набросок сценария не соответствует общепринятой хронологии якутских легенд. Такое замещание в еще большей мере относится к роману об Эллея, написанному Террис. Второй набросок нам кажется многообещающим и позволяющим надеяться на интересное международное сотрудничество, например, с южнокорейскими кинематографистами. Продолжение следует...